Это в песне «Ты же выжил, солдат, но выживали не все». Именно тех, кто не вернулся домой, благодарные потомки увековечили на этом мемориале здесь 358 фамилий. Теперь это место в селе Пластунка украшают два обелиска маршалу Победы Георгию Жукову и маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Это те легендарные люди, которые всей своей жизнью служили идеалам мужества, идеалам свободы, идеалам веры и идеалам беспримерного подвига своему народу, своему отечеству. Среди приглашенных участник Великой Отечественной войны, воевавший под командованием Рокоссовского Алексей Ясько. Он рассказал, что на войне было трудно всем – и солдату, и генералу. Каждый житель нашей страны должен знать историю и должен быть благодарен своим предкам за такую победу, ведь благодаря их труду, их отваге мы сейчас живем здесь под мирным небом. Инициативная группа из числа жителей Пластунки, сочинских национальных общин, администрации и депутатского корпуса планирует и дальше устанавливать на аллее бюсты легендарных личностей. Задумки большие. По крайней мере, еще два постамента приготовлено. Ищут бюсты, которые могли бы здесь находиться. Ну и есть идея вообще продолжить. У нас такой большой долг, что отдать не удастся даже до конца жизни. Но здесь еще большие планы. Но самое главное, что люди в это вовлекаются и помнят об этом. 71 год назад на Красной площади в Москве маршал Жуков принял парад победы Советского Союза над фашистской Германией. Командовал парадом маршал Рокоссовский. Подвигу маршалов, людей большого полководческого таланта, теперь есть где и в Сочи отдать дань уважения. Елена Всецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...